Новый Fiat Cinquecento, то есть 500, в России, скорее всего, никогда не появится. Это чистый электромобиль, к массовой покупке которых наши соотечественники пока не готовы. Но взглянуть на симпатичного малыша многим будет любопытно. Тем более, что новое поколение 500-го только что расширилось с довольно необычной версией, с дополнительной дверцей по правому борту. Крохотная калиточка открывается против хода, облегчая посадку на задний диван. Чтобы внедрить четвертую дверь, инженерам пришлось укоротить основную. При этом итальянцы для пущего комфорта не стали растягивать колесную базу, а оставили габариты исходного хатчбека неизменными. В плане характеристик версия 3.1 тоже не отличается от трехдверного исходника, поэтому заявленные 320 км пробега по циклу WLTP достижимы и в этой конфигурации кузова, которая на 30 кг тяжелее стандартной. К слову, Fiat 500 разжился упрощенной версией. У нее скромнее мотор, проще аккумулятор, а запас хода 180 км. Зато цена снизилась более чем на 10 тысяч евро. И это весомый аргумент, чтобы купить именно такой Fiat. Еще одна новость. Также из сферы электрической мобильности. Компания Tesla начала продажи обновленного седана Model 3. Внешне новинку легче всего опознать по черному декору кузова вместо хромированного. В салоне изменились материалы отделки и центральная консоль. По всей видимости, весь этот малозначительный декор понадобился, чтобы эффектнее объявить главную новость. Инженеры марки модернизировали электросистему, внедрив тепловой насос. Так что теперь дальность хода всех версий стала на 10-15% больше. Но куда важнее другое известие от Теслы. Уже скоро пользователям станет доступен полноценный автопилот. Оформляя заказ на новую машину, его можно будет купить за 10 тысяч долларов. Для ранее выпущенных Тесл ассистента предложат установить по воздуху. В идеале, переложив управление на систему FSD, владелец автомобиля сможет добираться от дома до работы и обратно, вообще не касаясь руля и педалей. В общем, здравствуй, будущее!